Приветствую вас на канале Скофе по жизни, меня зовут Юрий Стримахов. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь, здесь канал о кофе. Сегодня я хочу ответить на один очень интересный вопрос. Юрий, расскажите, пожалуйста, как помолоть кофе в обычной кофемолке для выбора помола, без выбора помола, чтобы было для эспрессо? Ну, отвечу на вопрос сразу, помолоть кофе для эспрессо в обычной кофемолке нельзя. Еще и кофемолке без выбора помола. Почему? Потому что эспрессо довольно требовательный, скажем так, метод или способ заваривания кофе. И вот именно для этого продукта нужен однородный помол. Насколько однородно? До 85% частиц должны быть очень близки друг к другу. Не буду возгрузить научными терминами, но примерно в диапазоне 200 микрон, то есть 400-600 микрон, вот эти частички должны находиться вот в этом диапазоне для того, чтобы правильно заваривать кофе эспрессо. И поэтому сделать такой помол простыми ножевыми кофемолками, нежерновыми, практически невозможно. Ну, даже скажу невозможно, потому что там будет большой разброс, там будет много разных частиц. Что еще важно для заваривания качественного эспрессо? Конечно, чтобы не просто был однородный помол, но и как можно меньше было пыльной фракции, то есть мелкой пыли, которая забивает сетку металлическую портофильтра, в которой вы завариваете кофе, и, соответственно, препятствует выходу заваренного кофе в чашку. Не только выходу, но и влияет на весь процесс экстракции, скажем так, создавая такую типа пробку, ну, условно в кавычках пробку. Поэтому для эспрессо нужен однозначно однородный помол. Кофемолку, которую вы должны выбирать, это должна быть жерновая кофемолка. Идеально для эспрессо это кофемолка с плоско-параллельными жерновами. Но если вы хотите выбрать ручную кофемолку, где низкая скорость вращения жерновов, потому что вы это делаете рукой, то кофемолка может быть и с коническими жерновами. Вообще раньше я считала, что конические жерновы это прям супер, а плоско-параллельные не очень, но потом со временем развития, скажем так, технологического процесса, все поняли, что все-таки для эспрессо идеально подходит именно плоско-параллельные жерновы. Вот такие параметры. Такие кофемолки бывают и достаточно дешевые, и более дорогие. Так вот, дешевая кофемолка как раз-таки дает очень много пыльной фракции, и большая разбежка, скажем, большой разброс по однородности фракции помола. Поэтому вы прямо сейчас смололи, у вас заварился кофе хорошо, через час, на той же самой кофемолке то же самое кофейное зерно, и уже вроде бы нет такого результата, который у вас был только что. Вот на что влияет, скажем так, цена, качество, категория кофемолки. Поэтому ответ, к сожалению, нельзя на кофемолке без настраивания помола, да еще и простой кофемолки, сделать качественный помол под эспрессо. Пишите ваши вопросы, я с удовольствием буду на них отвечать. Если не подписались на этот канал, то самое время стоит это сделать. И поддержите канал вашими пальчиками вверх. Пока-пока, скоро увидимся.